Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Тимур Соколов и многие меня знают как тренера по успеху, лидерству и личной эффективности. И я занимаюсь тем, что помогаю людям выходить на новый качественный уровень. Сегодня я записываю для вас специальное видео в честь Дня влюбленных в честь 14 февраля. И хочу поделиться с вами такими полезными конкретными шагами для того, чтобы вы могли гармонизировать свою жизнь и добавить в нее ярких красок. Дело в том, что если философски походить к жизни, то жизнь – это наше взаимоотношение. И если наше взаимоотношение похоже на дружеские взаимоотношения, то это действительно такое счастье. Потому что мы общаемся везде. Мы общаемся с коллегами, мы общаемся с друзьями, мы общаемся с нашими близкими, детьми, любимыми и так далее. То есть много общений в нашей жизни. День влюбленных – это такой день, когда принято поздравлять любимого человека. И я могу про себя сказать, что моя жизнь, в силу того, что я еще молод достаточно, но все равно, она делится на два этапа. Скажем, до того, как я встретил своего любимого человека, Ксюшу, и после того. Потому что, встретив ее, моя жизнь просто поменялась на 180 градусов. В ней добавилось огромное количество ценностей. И действительно, можно сейчас сказать, что это такая вот полноценная, красивая, классная семья, которая живет, наслаждается и делится с другими именно этой красотой. Чтобы сегодня наше видео было таким интересным, я накануне специально поговорил с Ксюшей, и мы с ней провели такой дружеский диалог, потому что мы действительно с ней большие друзья, партнеры. Она помогает мне, я помогаю ей, поддерживаю ее. И мы с ней поговорили накануне, чтобы поделиться с вами. И у нас такая получилась, я буду пользоваться, с вашего позволения, подсказкой, потому что идей очень много. И у нас появилось два таких направления для инструмента. Мужской взгляд и женский взгляд. Ну что, могу сказать честно, что из радости. У нас, правда, классная семья. И вот Ксюша тот человек, который очень здорово меня поддерживает и помогает мне покорять высоты Килиманджаро, Эвереста или прочих высоких таких целей, которые сам себе ставлю. Естественно, как в обычной семье, в нормальной семье, мы с ней люди непросветленные. И в жизни бывает всякое. Когда мы можем поругаться, поскандалить, еще что-то, друг друга вкинуть сковородкой, образно говоря. И как-то потом над этим посмеяться. То есть все бывает в жизни. Но мы для себя выработали такие некие правила, которые помогают нам. Вот в этом процессе быть вместе, помогать, поддерживать и двигаться дальше. Потому что жизнь это классная штука. Начну с Ксюши. То есть такой женский взгляд. То, что она привносит в семью, в наши отношения. И то, что она делает как женщина именно. То есть такие вот пять ключевых историй. То есть первый момент. Один из важных вещей, который полезно понимать женщине, который полезно понимать девушке, хранительнице очага. Это то, что семье нужно служить. То есть находиться в служении. И это не в смысле того, что как тряпка, которую могут вытереть ноги и уйти. А именно действительно быть в форме такого искреннего, сильного отдавания. Просто служить на благо семьи. И вот Ксюша меня и этому тоже научила. Когда ты безвозмездно просто служишь семье. То есть я служу, она служит. И в служении. То есть где... И вот в этом служении отсутствует какой-либо эго. В этом служении отсутствует борьба, сражение какое-то. То есть ты просто понимаешь, что вот это твоя ценность семья. И ты ей служишь. Второй важный момент. Очень важно по-женски, чего хочется всегда мужчине, чего хочется детям. Это когда женщина проявляется вот именно как сама забота. То есть заботиться. Когда заботимся о том, как... Когда женщина заботится о том, как в доме, насколько уютно. Заботиться о том, как семья кушает. Как она выглядит. То есть да, вот такое максимально-максимальное проявление теплоты и заботы. Третий момент, который очень важный. Которому меня Ксюша научила. Потому что я до этого, честно скажу, не обладал таким навыком. И не обладал такой способностью. Это чаще говорить друг с другом. Я как-то раньше, может быть, по-мужски. Может быть, такая мужская история. Предпочитал и выбирал для себя всегда носить вот внутри себя. То есть не делиться. Какой-то конфликт произошел. Мне проще, скажем, уйти в сторону, закрыть дверь и все. Ксюша ходила за мной всегда по пятам и говорила, так, поговори со мной. Скажи мне, поделись о своих переживаниях. Я говорю, Ксюша, иди в баню. Мне хочу с тобой делиться. Сначала мне испортить настроение, а потом, понимаете, да, вот как строится диалог. Она говорила, Тим, не держи все в себе. Пожалуйста, проговори, чтобы потом мы не наступали на грабли. И удивительным образом, вот это то, что мы сделали, оно правда исцеляет отношения. Если вдруг возникает конфликт, и мы проговариваем, то это огромный такой вот фундамент, который не позволяет нам потом совершать каких-либо ошибок. То есть просто разговаривать. Это вот такой еще один инструмент. Говорите друг другу чаще о том, что вас беспокоит. То есть не старайтесь бежать, не старайтесь закрываться. Хотя, возможно, будет... Я, знаете, почему избегал вот этого? Потому что вроде бы говорить полезно, все об этом знают, и все об этом говорят. Но как только ты начинаешь разговор, возникает конфликт. И потом не хочется еще раз разговор продолжать. Я об этом уходил от этого сознательно. Но если мы идем с намерением разрешить ситуацию, справиться с этой задачей, все получается очень здорово. Далее. Любить безвозмездно, радость тому, что ты любишь. Действительно, есть отношения, которые делятся на там, где любовь корыстная, там, где любовь бескорыстная. И вот здесь то, что Ксюша действительно делает очень классно, она любит несмотря ни на что. То есть не ждет чего-то взамен. Она просто есть как есть. Просто есть как мама, просто есть как дочка, просто есть как жена. И вот эта любовь, которая от нее идет, она очень классная. Потому что это действительно, я понимаю, что она просто любит, потому что любит. Потому что она вот есть сама любовь. Это тоже очень важный момент. А вот любить, не сдать ничего взамен. И вот такая пятая важная штука, которой Ксюша поделилась. Она сказала то, что чтобы это все вышеперечисленное воплощалось и исполнялось, нужно быть счастливой самой. То есть когда ты сама счастлива, ты можешь дарить это счастье своим близким людям. Поэтому, милые дамы, будьте сами счастливы, и через ваше счастье вы сможете трансформировать вашу семью. Ну, собственно, идем дальше. Здесь включился Тимур. И что мне важно для того, чтобы семья крепла? Вот какие такие моменты, действительно, я выделил, может быть, такой четкий мужской взгляд. Пока Ксюша этого не понимала, не разделяла, мы все время спотыкались на грабли, и нам было некомфортно. Но как только мы как-то вместе договорились и приняли для себя действительно такие ключевые штуки, все-все произошло. По-мужски, что мне важно? Вот я считаю, что у семьи должно быть одинаковое видение и такая глобальная семейная цель. Причем, как бы, это не ущемляет ничего творчества. Просто мы, как семья, да, вот как некий организм, мы понимаем свое видение жизни, где учтены все интересы. Когда в нашей семье есть четкое видение о наших путешествиях, о наших проектах, о наших бизнесах, все, все очень здорово. Тогда, опять же, когда вот есть четкое такое понимание, то каждый может быть дополнением каждого. Это первый шаг. Второй важный момент. Все члены семьи поддерживают интересы друг друга. Захар любит играть на гитаре, и он любит музыку. Классно. Мы все вместе поддержим его начинание. Егор любит рисовать и строить конструкции. Мы поддержим начинание. Так, Ксюша любит заниматься творчеством. Вот она любит заниматься уютом, и мы поддержим ее начинание. Я люблю заниматься, там, писательством. Я люблю, так, летит чей-то самолет. Это как такой некий знак. Самолет пролетает сейчас над головой с некой новостью. То есть смысл в чем? В том, что действительно, когда мы знаем интересы друг друга, не составляет никакого труда и сложности просто поддержать. Это вот такая вот тоже важная штука. И как рекомендация просто можете поговорить друг с другом, что интересно, и поддерживать эти все вещи. То есть действительно, потому что мне нравится, мне нравится регби. Вот. Ксюша по-женски как-то, ну, не особо. Но, с другой стороны, когда она поняла, что для меня это важно, ей нравится теперь просто сидеть на трибуне и болеть. Там ей нравится, ну, такой, скажем, да, женский момент. Ей нравится фильм «Сумерки». Ну, это там женская такая вот романтика история. Я, честно скажу, вот эти вот вещи как-то, ну, мне они не нравятся. Но, тем не менее, что я уважаю ее решение, я с радостью с ней иду в кинотеатр для того, чтобы ей было комфортно и приятно. То есть когда мы чувствуем интересы друг друга, мы очень хорошо помогаем. Дальше. Еще такая мужская ценность, но я думаю, что это у девушек тоже отвлекается. То есть мне, как главе семейства, очень хотелось бы, чтобы все мы были сфокусированы на росте и развитии. То есть как семья. И поэтому у нас в традициях есть каждый год мы для себя создаем некий такой план, в чем развиваемся, в чем развиваются дети, в чем развивается она, в чем развиваюсь я. И опять же, то есть такой вот важный момент. Дальше. Четвертое. Важный аспект хороших отношений, таких теплых отношений. Это качественное проведенное время. Не просто, когда две тушки рядышком лежат, смотрят телевизор. Или когда дети играют сами, а ты сидишь просто в комнате. И кажется, что вроде бы вот побыл же с детьми. Нет. А когда тотально, мы принадлежим друг другу. Если общаешься с Ксюшей, то тотально полностью для нее. Если общаемся с детьми, то тотально полностью для них. То есть вот такое качественное проведенное время, оно очень классно сглаживает и выводит на новый уровень отношений. Потому что вот эмоций очень много. Еще один момент. Личная свобода, возможность быть самим собой, реализация личных проявлений. Здесь у каждого по-разному. Но мы когда-то договорились, что иногда полезно просто побыть одному. Для того, чтобы что-то создалось, для того, чтобы что-то родилось, для того, чтобы действительно без какой-то оценки максимально соединиться с собой и чтобы оно проросло. И у нас есть традиция, что мы позволяем друг другу быть самими собой и быть действительно в формате такого одиночного творчества. Это тоже такая важная история. И мне порой, может быть, нужно уехать в лес и уехать в горы, чтобы придумать проект, дописать книгу или еще что-то. Ну, Ксюша, такая же картинка. Поэтому если вот мы слышим друг друга и идем не из ревности, не из желания обладать кем-то, а из желания поддерживать, тогда вот это тоже такой очень хороший момент. Быть собой и личная свобода. Взаимоуважение, безусловно. И вот здесь понятно, что в любой семье, когда возникает конфликт, хочется скатиться в обвинение, хочется скатиться в нападение, но мы тоже договорились, что любое действие, которое мы совершаем в нашей семье, оно всегда ведет к тому, что наша жизнь улучшается. И теперь каждый раз там, да, с одной стороны можно кинуть сковородку, а с другой стороны ты себе задаешь вопрос, вот то, что сейчас кинул сковородку, это улучшает наше отношение или ухудшает? Если это не улучшает, то зачем это делать? То есть, да, вот такое правило, которое мы положили тоже в основу. И важная такая вот вещь, завершение хочу сказать. Вот эту идею мы позаимствовали у моего учителя, который уже нет в живых, имя его Стивен Кови. Семья живет по разработанным семьей принципам и правилам на основе ценностей. То есть мы однажды тоже поговорили и выяснили, что для каждого ценно, исходя из этого ценности, из этого ценного, из этих ценностей, мы создали свои принципы, по которым мы живем. То есть разработали традиции. И всегда в любых ситуациях, когда вот есть спорные моменты, мы смотрим на наши ценности, мы смотрим на наши принципы, убираем эмоции в сторону и принимаем решения. И вот это вот, то, чем я сегодня поделился, друзья, по большому счету, это помогает нам действительно жить в радости, жить в счастье, создавать свою классную жизнь, развиваться, делиться, обогатеть и вот быть такими счастливыми, как мы есть на самом деле. Так что так, друзья, желаю вам в этот прекрасный день теплых эмоций, теплых ощущений, огромное количество любви. Пускай ваши сердца наполняются, пускай они действительно вот дарят любовь, принимают любовь. Берегите себя, берегите ваших близких. На связи был Тимур Соколов с прекрасного острова Бали и с этим подарочным видео для вас. У меня к вам просьба небольшая. Под этим видео оставьте просто комментарий, что для вас было самое ценное из услышанного в этом видео. Пока-пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok